Набрали воздуха и по моей команде на счет три. Раз, два, три! Ура! 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 Московский НПЗ в районе Капотня – наиболее защищенный нефтеперерабатывающий завод на всей Росфедерации. Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», сказал, что московское небо надежно защищено от ударов беспилотных летательных аппаратов. Ну так что? Украинский дрон «Лютый» попадает по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Слышна лишь автоматная стрельба. Никакого другого ПВО нет. Потомок Достоевского в восторге. А может и возле резиденции пересидента России тоже нет никакого ПВО, а только макеты? Ура! 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 Житель Москвы в момент удара по самому защищенному НПЗ в России задается вопросом – ПВО – это стрельба из автоматов? ПВО – это ПВО – они из автоматов что-то стреляют? Интересно. Пошел вниз. Пошел. Это двори какие-то, я даже правительство. Двори какие-то, врут, поделили за рот. Специальная военная операция идет оплава. Сегодня проводим очередное совещание по обеспечению территориальной целостности, защите населения и инфраструктуры приграничных субъектов Российской Федерации. Наши граждане Российской Федерации ни в коей мере не ожидали, что в 21 веке их могут так вот вероломно, как говорится, напасть и убивать. Они уже думали, что это все в прошлом. Бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов задержан по делу о мошенничестве, связанном с парком «Патриот». По данным следствия, в 21-24 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения. Установлено, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья. За счет парка Павел Попов – это третий экс-заместитель Шойгу, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Всего у бывшего министра обороны было 12 замов. Также это уже 11-е уголовное дело против окружения Шойгу. Удивительно, как в такой кампании оленевод сумел не запятнаться и возглавить Совет Безопасности Росфедерации. Вот в этом и про счет. Сразу вопрос. Еще один зам Шойгу арестован. Скажи, пожалуйста, что тебе известно о фигуре Попова, что удавалось находить и как бы ему характеризовать его работу на должности замминистра обороны? Можно сказать, что это действительно удар прямо по команде Сергея Шойгу, потому что среди его заместителей были люди как личные, ему верные, так и, можно сказать, чуть-чуть посторонние, навязанные. Вот как раз Попов – это прямо из команды непосредственно Шойгу. Он с ним работал и в МЧС, был довольно непубличным, попадал в новости только как самый богатый спасатель. Он там заработал в каком-то году рекордную сумму для сотрудников МЧС. И Шойгу, когда пришел в Минобороны, взял его с собой в МЧС, сначала на скромную должность помощника, но уже, по-моему, в конце 2013 года повысил до замминистра. В общем, он доверял ему задачи, где нужно максимально что-то там скоординировать и упростить. И надо сказать, что хоть Попов и пришел из МЧС, как и многие, ну не многие, но некоторые заместители министра обороны бывшей, типа того же Цаликова. Надо сказать, что он все-таки человек военный. То есть он сначала, наоборот, из армии пришел в МЧС, а потом снова вернулся в армию, потому что он там заканчивал и военную академию Фрунзе, и служил в советских войсках еще в Германии. И, в общем, в МЧС попал именно из армейской структуры. Надо сказать, что он там координировал такое создание Национального центра управления обороной. И как раз он создавался на случай войны. Он должен был координировать действия всех ведомств во время войны. В общем, такой был замминистра обороны на случай войны. В общем, и несмотря на то, что он все время человек был служивый и в армии с советских времен, и в МЧС, и потом снова Министерство обороны, действительно накопил на дорогостоящую недвижимость. Я писал, в частности, про квартиру. Это в престижном ЖК «Смоленская застава» в Москве. Правда, он ее все-таки получил бесплатно. Именно эту квартиру от Министерства обороны. Стоимость, по-моему, десятки миллионов рублей она оценивалась тогда. Но у него была еще и самостоятельно приобретенная недвижимость, в том числе дом, вновь рядом с Барвихой. Можно сказать, он поближе к Рублевским завсегдатам тоже поселился. Это один из его объектов недвижимости, дорогие автомобили. В общем, он вел такую жизнь, нетипичную для обычного офицера российской армии, да даже для генерала, не все генералы такую жизнь престижную ведут, как Велопопов. И меня не удивляет, что к нему возникли претензии коррупционного характера. В этой связи даже интересно, что все-таки зачистка команды «Шойгу» продолжается спустя такое время. И вот очередной зам... Вот этот вот речевой оборот, зачистка команды «Шойгу», он довольно часто звучит. Скажи, пожалуйста, ну вот мы сейчас в реальности, в которой этот зам, этот зам, этот зам оказались мошенниками, жуликами, ворами, а сам «Шойгу» как будто такой заложник ситуации, навязали ему вот этих вот замов, которые оказались ворюгами. Понятно, что в это никто не верит. И так как сажают все его окружение, удастся ли на твой взгляд ему выйти сухим из воды? Или все-таки за ним тоже в ближайшее время придут, потому что трогают сейчас буквально приближенных к нему людей? «Шойгу» навязали замов, а самого «Шойгу» навязали Путину. Сначала навязали должность министра обороны, а теперь секретарь Совета безопасности, между прочим, тоже немаленькая должность. А бы кого не назначают. В общем, я говорил уже как-то, повторюсь, что я поверю в то, что действительно дойдут руки до «Шойгу», когда пойдет его самый приближенный зам, Руслан Цаликов, про которого мы с тобой, Руслан, тоже делали расследование. Вот когда за решеткой окажется Руслан Цаликов, тогда я поверю, что следующим может быть Сергей Шойгу, и что его сдадут, несмотря на все политические риски. Потому что, безусловно, Сергей Шойгу один из таких столпов политической системы России, можно сказать, олицетворяет собой во многом политическую систему России. Достаточно вспомнить, что он вообще-то один создатель партии «Единая Россия». И даже на последних выборах возглавлял список партии «Единая Россия». На минуточку. Ну вы понимаете, что это такое происходит или нет? Кто-то понимает это? Что случилось? Почему все это происходит? Я не понимаю, почему. Потому что... Ну потому что... Потому что потому. Потому что вы просто думаете, что вы ощущаете, что они могут ощущать, что это такое происходит. Продолжение следует... Вestreng Player